Всем привет! Сегодня мы поговорим о жизни Турции. Это просто разговор от себя, от меня, как от жителя страны, что здесь происходит. Хочу рассказать про экономику, про как живут люди, стоит сейчас переезжать сюда или нет и так далее. Поговорим об этом. Для начала сразу скажу, что первое, я не ною и не жалуюсь. Я вот здесь живя, хочу рассказать, как есть на самом деле, как житель страны, что здесь чувствую, я буду говорить только про Стамбул, про цены, про жизнь, про качество, условия, про все, что здесь сейчас происходит. Я просто повествую. Второе, мне здесь нравится. У меня здесь все прекрасно. Я никуда уезжать не хочу. Я вас ввожу в курс дела, как есть, а вы для себя решаете, нужно вам это или нет. То есть это не хочу, чтобы воспринято как нытье, чтобы уезжаешь, раз тебе там нехорошо. Здесь моя семья, мой дом, моя работа, моя жизнь. Здесь уже очень уже давно. Меня все устраивает. Устраивает ли это вас, выбор будет за вас. Конечно, экономически стало тяжелее в Турции жить. Если мы берем суммы в долларах, переводим цены какие-то, да, поход там, бензин, рестораны, медицина, еда, одежда, все прочее, в среднем плюс-минус все остается, как было раньше. Если я разговариваю с жителями, с друзьями где-то, кто в Европе живет, цены в среднем такие же, как в Европе, и в Европе есть где-то подешевле. Незнакомые живут в других странах европейских, там, например, в Германии одни цены, в Испании другие будут, разные категории товаров и так далее, да. Ну, короче, там есть где-то даже, где подешевле, чем в Турции жизнь. Если мы берем страны, там, СНГ и Россию, то для России это дорого, потому что, я хочу напомнить, да, что сейчас экономически происходит, доллар там стабильный, это лира по отношению к доллару упала, и доллар стал стоить очень много лир, да, и в этот же момент в России рубль также падает по отношению к доллару, поэтому и для россиян, и для турок в долларах это дорого сейчас. Поэтому те, кто из России, очень часто я общаюсь или комментирую что-то, да, для них турция стала очень дорогая. Вообще, честно скажу, у нас очень много сейчас уже разъехалось иностранцев, стало жить невыгодно. То есть это не та Турция, которая была даже полтора года назад по ценам. Жилье очень сильно, бензин, соответственно, все, ну, продукты и одежда, само собой, ну, а вот все эти расходники, медицина, госпошлины, не забываем, у нас налоги подняли на 50% парочку месяцев назад, представляете? Ну, короче, это все стало, вот эти базовые моменты, бытовые, жилье, медицина, там, страховки всякие, машина, например, если куда-то ездить надо, ее содержание, бензин, те же такси, там, автобусы, все прочее, это стало очень дорого. И в некоторых даже, вот я скажу, в европейских странах это дешевле, чем в Турции. В Турции всегда раньше был дорогой бензин, прям в топе по ценам в мире, я честно скажу. Он очень всегда здесь был недешевый совсем. На данный момент здесь стоит 40 лир уже. Короче, если мы перекинем в рубли, это типа там 140 рублей бензина литр где-то, обычного 92-го, так, чтобы примерно, да, было, там, в доллары переведете. Да, по поводу питания, инфляция чуть-чуть тормознулась, ее прям огромный разбег был в начале вот этого года, зимой, весной очень сильно. И, вы знаете, мне кажется, мы просто уже адаптировались и привыкли к поднятию цен на питание, поэтому там 5-10 лир на каждый там вид продукта раз в месяц подорожание, это уже такое, типа рукой махнули. Средние зарплаты, чтобы вы понимали, я беру Стамбул. Вот здесь средняя зарплата сейчас 25 тысяч лир. 20-25, если мы берем объявления, там, официанты, в магазине сотрудник, кассир, например, там, офисный какой-то сотрудник больше будет. Если мы берем квалифицированный интеллектуальный труд, офисы и все прочее, там, полицейские, пожарные, вот это все у нас, кто там, учителя, врачи, 30-40-50 тысяч лир. По Стамбулу, это еще категория, это очень сильно все за это зависит, понимаете, тоже там какие-то свои отдельные вот эти истории есть. Квалификация этого и так далее. Врачом тоже можно мало получить, а можно очень много. То есть профессор ты... Сейчас, кстати, пойти к профессору на прием, это 2-2,5 тысячи лир прием стоит. Учитывая, что зарплата, например, 20. Если у тебя какой-то узкий специалист и профессор. С СГК покрывает что-то, но она очень много не покроет у профессора. Это частная клиника. То есть в частных клиниках очень дорого стало обслуживаться. Очень многие... Как турки выживают? Сейчас очень многие местные. То есть иностранцы очень многие уехали. Стало невыгодно просто дорого жить. Нет смысла. Не такой сервис, как за эти же деньги жить где-то в Европе. Очень многие перешли на государственную медицину по месту жительства. Не в частной медицине. Затем люди экономят, покупают более дешевые продукты или большими там пачками, там рис, там 5-10 килограмм, макароны, всякое прочее такое. Очень многие отказываются от мясных, рыбных продуктов и деликатесов. Они очень сильно подросли в цене, но нереальные цены на мясо. Как-то экономят, короче. Вот ужимаются. У меня очень много знакомых, кто в этом году детей отдавали не в частные школы, а в государственные. Когда раньше они могли себе позволить отдавать в частные. Уровень знаний... Ну, как бы разная история. У каждого есть своя идеология. Сейчас, например, в государственной школе тоже есть разница. С высоким рейтингом крутые. Есть обычные государственные школы. Государственная школа в государственной школе рознь тоже будет. Но кто отдает в частные, это, как правило, там два направления. У тебя есть на это просто тупо деньги. Тебе это, знаете, такой платеж, ну, такой легкий. Хотя в этом году сейчас в Стамбуле от 100 тысяч в среднем частные школы. От, это дешевая сама, и до 400 есть даже. Вот, это суперэлитные там. Короче говоря, когда у тебя есть эти деньги, то есть ты легко их можешь отдать. То есть для тебя это не проблема для тебя финансового состояния. Или есть какие-то идейные моменты. Потому что в ЗЭЛ, это в частном образовании, там школа выбирает сама, как сказать, лейтмотив, схему, по которой будет учиться, детей обучать. Рекомендации, конечно, от ГОС идут, но от Министерства образования, но выбирается в своей стратегии обучения часы и так далее. И это такое более частных школах про европейское обучение, типа там больше английского, гуманитарных наук, сайенс, там вот этого всего-всего. Никакого религиозного обучения нет, там и так далее. Патриотическое есть везде, в принципе, база идет всегда. Там гимн утром в понедельник, включают марш и в пятницу, когда они уходят с уроков и так далее. Но, короче говоря, то есть отдают в частные школы, когда у тебя есть либо это на это просто деньги, и ты это платеж не замечаешь, и либо идейные какие-то соображения, что в временах меньше сталкивался, если кто-то против политической ситуации сейчас в стране, идеологии какой-то, чтобы в государственных школах этого больше, конечно, меньше с этим встречаются, если идут в частную школу. Но очень многие стали отдавать в ГОС, потому что, ну, тупо это экономия, это дорого стало. Собрать ребенка в школу тоже, конечно же, дорого. Детский садик тоже дорого. Ну, как же стандартно вообще все, как и везде, как и у всех, если мы так берем. Жилье, ну, непомерно, конечно, цены растут как на дрожжах и на автомобиле тоже. Сейчас квартира небольшая в Стамбуле, не в старом каком-то доме, ну, такой, типа, там, 10 лет постройки, не по линии метро, где-то 4-5 миллионов лир сейчас стоит. Если мы берем квартиры побольше, получше, там, 10 миллионов, и там, в космос цены вообще улетают, там, в долларах только. Это маленькая квартирка, я имею в виду, мало квадратов, там, типа, спальная, гостиная, там, кухня, вот, такого рода 1 плюс 1, что-то такое. Конечно, можно искать разные дома, разные времена постройки. Соответственно, у нас здесь, естественно, активная зона, не забываем, все очень боятся этого грядущего, которое может быть за землетрясение в Стамбуле. Соответственно, люди стараются выбирать дома или пониже, поновее, с вот этой системой маятника под домом, чтобы, если трясет, ты трясешься вместе с землетрясениями землей, чтобы дом не разрушился и так далее. Дороже все, конечно же, стоит. Рестораны, кафе и питание. Да, чек очень сильно даже с нового года, если мы берем полгода, увеличился практически вдвое, честно скажу. Ну, процентов на 60-70 точно дороже стало. Прям вообще. Где-то есть заведения, где-то есть еще выше, да. Но это, честно, пропорциональная инфляция. Если мы перекладем, переведем эту сумму в доллары, как раньше было, в долларах все осталось, как есть. Это лира упала на этот процент. Это инфляция, падение местной валюты. Это и есть вот эта разница, по сути. Да, очень много появилось в разных сферах деятельности людей, которые пытаются на чем-то нажиться, обмануть ближнего. И это естественный процесс, это вот людское и человеческое качество. Куда же от этого делать? К примеру, там, я не знаю, какие-то продукты дороже кто-то продает, цены свои где-то накручат, на какие-то отдельные услуги, не по проценту, сколько там инфляция растет, да, пропорционально, а просто от себя те на какие-то цифры пишут. Конечно же, в начале, когда такая скорость инфляции огромная была, очень много было сюжетов, новостях, каких-то разговоров на эту тему, что все в порядке, это просто частники пользуются ситуацией, цены взвинчивают. На самом деле, это минимум. Это, типа, я там, знаете, 20% от рынка так могут поступать, нечестно. Вот потом это контролировало государство у нас, были какие-то уголовные дела на эту тему, проверки, и этого вообще практически сейчас вот не осталось, на самом деле. Этого очень мало стало. Конечно же, многие берут кредиты, влазят в это. Очень много сейчас женщин выходит на работу. Вот реально, молодое поколение, не взрослых теть, которые всю жизнь не работали, были домохозяйкой, мы как бы им сейчас и трудно работу найти, да, квалификации нет, может, нет образования, там, ну, условно, куда ты особо пойдешь, да, конкуренция. Безработица, конечно, у нас упадает очень сильно, потому что люди выходят больше на работу, больше рабочих мест. И, ну, все, что я слышу вокруг, это, конечно же, мой информационный пузырь, в котором я обитаю, ну, вот слыша по разговорам, очень многие выходят на работу. Я также знаю прекрасно, что из семьи, где очень тяжело экономически и финансово живут, но на работу не выходят. Ну, например, блин, если у вас несколько детей, там, типа, 3-4, там, какого-нибудь дошкольного возраста, и даже и садик собрать, и я уже молчу про частные или там нянь, это дорого. Если ты куда детей-то тупо денешь, конечно, на работу тоже выйти не можешь. То есть такое, краеугольный камень такое получается. Ну, короче, у кого есть возможность, появилось желание выходить на работу, появилось желание, то есть, как бы, денег становится и меньше, не таких работающих женщин. Я говорю про Стамбул, окей? Я думаю, что в провинции история будет немножко другая. И также хочу отметить, что очень, все равно, вот этот кризис экономический, просто средняя прослойка, кто-то очень сильно победнял, и из среднего класса перешел в, ну, не знаю, как называть правильно, малоимущие, да, не достает у кого денег. А кто-то, наоборот, побогател. То есть вот это просто расслоение, расщепление в обществе экономической, финансовой стало больше. Но у кого есть деньги, кто готов платить за бренды, не смотрит на счета, а идет в частную школу еще куда-то, и все вот это все прочее, ходит в рестораны и так далее, они все равно есть. Их немало. И они легко отстегивают деньги, этих проблем этих нет. Есть люди, у которых бизнес в эту сферу, не потому что они цены накручивают, именно бизнес какой-то растет. Есть тоже такие сферы в экономике сейчас, кто как-то больше на чем-то зарабатывает. Очень многие банкротятся, закрываются, кто не, как сказать, не может вытянуть это. Всякое разное есть. Но просто, я сразу скажу, и богатые до сих пор есть, и экстра богатые есть люди, которые даже не заметили, что их в карманах попустело, или стало меньше денег, и они что-то больше тратят. То есть это от уровня экономического. Конечно, страдает этот средний класс, который очень сильно просел, стал гораздо беднее. Ну, это как и везде, в любых экономических законах, в других каких-то государствах, естественно, это, конечно, процесс. Могу отметить, что, я это в новостях, в принципе, говорила, очень сильно отвлечение идет, внимание на вот эту внутреннюю борьбу людей сейчас в стране, стычки светских и религиозных. Люди переключают на это внимание, люди это обсуждают. Это очень сильно отвлекает внимание от их стиля жизни, образа, денег, как у них, например, качество жизни падает и так далее. Они пока что этим заняты. Посмотрим, насколько этого хватит, на какой период времени. Я думаю, что неспокойно будет в Турции, когда пойдут муниципальные весной выборы 2024 года, когда мэров будут выбирать по стране. Возможно, что какие-то недовольства будут, они переключатся все-таки на власть, на экономику, и вот это негодование, злость может туда перейти. Ну, посмотрим. Если удастся их людей красиво как-то перевести на другие волны, назовем так, внимание и так далее, отвлечь, возможно, ничего и не будет. Но ближайший повод к каким-то негодованиям людским это, конечно же, муниципальные ближайшие выборы. Когда будет фокус внимания вообще у всех на именно политику переключен. Сейчас пока что все заняты выживанием, экономией, каким-то существованием своим. Ну, я скажу больше, чувствуется в обществе некая, я не скажу разрозненность, но каждый, конечно же, заботится о себе, о своей семье, о своих деньгах, как ему выживать, чем кормить жену, детей. Каждый занят больше собой. Каждый вот этой ячейкой стали друг от дружки. Вот этого стало, короче говоря, больше гораздо. Это прям заметно очень. Посмотрим, что будет дальше. Мне кажется, до бесконечности это, конечно же, продолжаться не может. У этого будет какая-то развязка. И эта развязка в ближайшие пять лет точно. Потому что у нас через пять лет будут президентские все равно выборы. Я не думаю, что люди за пять лет сильно прям привыкнут к понижению своего уровня жизни. Посмотрим, в общем. Я не могу предугадывать и рассуждать на эту тему. Посмотрим, какая будет реакция общества. Вообще, для тех, кто планировал переезжать иностранцев в Турцию, честно, экономически это не лучшее время. Сейчас будет еще дороже, будет дорожать. Сейчас сюда переехать в Турцию могут только те люди, кто может себе это позволить. Вот если у вас дофига денег, если вы их, ну, неусловно прям, ну, не считаете, но легко их тратите, у вас их достаточно, переезжайте. Это все так же классный климат, свежие, хорошие продукты. Все есть. Удобное географическое положение. Если вам нужно куда-то летать, переезжать, там еще что-то, путешествовать без проблем. Это прекрасно, удобно. Но на это нужны деньги. Если у вас есть стабильный заработок в валюте, например, в долларах или в евро, вам тоже здесь, в принципе, может быть жить, ну, не суперкруто, конечно, но комфортно. Вы можете себе позволить аренду жилья. Сейчас в Стамбуле среднем квартира 700-800 тысяч долларов. Есть, конечно, подешевле, я там среднее называю, да, чтобы вы ориентировались. Плюс еще тысячи полторы долларов на жизнь здесь нужно в месяц. 2 500. Если мы берем, конечно, Америку и доходы, это вообще не деньги, естественно, какие-то европейские страны. Ну, короче, вот. Но, если у вас есть доход из других стран в валюте, тоже вам может быть здесь комфортно еще жить, если можете себе это позволить. Если у вас мало денег и вы живете с последнего, я вообще рекомендую в Турцию не переезжать, потому что здесь будет еще дорожать, у вас денег еще будет меньше, здесь будет еще труднее, тяжелее. То есть это просто вы, если переезжать будете, растрясете то, что у вас есть, вообще ни с чем останетесь. Надо выбирать какие-то другие страны, честно скажу, что туда же уезжают очень многие те, кто раньше переезжал, живя на иностранные свои какие-то доходы в валюте, и то этих доходов становится как бы мало, недостаточно, потому что жилье очень дорогое стало, ну, прям нереальное. Есть страны, где подешевле, поищите лучше. Я не к тому, что я отговариваю кому-то, у меня спецзадание, что все тут разбежались. Да тут вообще, честно говоря, всем без разницы местным. Кто, что вообще. Их это особо не касается. Они сейчас реально все заняты своим выживанием, своей жизнью. Еще раз напоследок напомню, меня лично все устраивает. Переезжать не собираюсь. Здесь моя жизнь происходит. Меня все устраивает. Каждый делает как бы свои выводы, живет по своим средствам. Спасибо всем большое за внимание, что открыли это видео. Буду очень признательна, если оставите комментарий, поставите пальчик вверх. В инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Подписывайтесь. Скоро увидимся. Всем пока.